Здравствуйте! Это Международные новости. В студии Инесса Буланкова поговорим об основных событиях к этому часу. Коротко о главном. Арабы-мусульмане игнорируют уступки со стороны Израиля. Молитвы проходят за пределами Храмовой горы. Спорт лечит тело и душу. Футболист, выживший в авиакатастрофе, вышел на поле родного клуба Шапикоэнсе. Журналист Джеймс Влахас общается со своим умершим отцом и после его смерти. Тысячи арабов-мусульман не захотели подняться на Храмовую гору, они помолились на соседних улицах. Верующие проигнорировали уступки, на которые пошли израильские власти, пытаясь урегулировать конфликт вокруг святыни, передает РИА Новости. Религиозные авторитеты посчитали, что демонтажа металлоискателей и видеокамер мало. Они требуют полностью исключить применение каких-либо средств контроля у входов на Храмовую гору. Такую же позицию высказал глава палестинской автономии Махмуд Абас. Все новые меры безопасности, которые ввел Израиль, начиная с 14 июля, должны быть отменены, чтобы снизить напряженность в Иерусалиме. После этого мы сможем вновь начать работу в сфере наших двусторонних отношений. Контроль у Храмовой горы был введен после того, как в этой части Иерусалима, старом городе, 14 июля палестинцам были зарезаны двое израильских полицейских, а третий ранен. Ситуация в Иерусалиме стала темой дебатов, экстренно созванного по инициативе Франции заседания Совета Безопасности ООН. Основная задача Израиля – поддерживать необходимые меры безопасности, которые позволяют туристам и верующим находиться на Храмовой горе. Основная задача палестинцев – провоцировать насилие. Президент Аббаса пломбом не только требует мира, но и активно финансирует, продвигает и восхваляет террор. Спорт лечит тело и душу. Футболист, выживший в авиакатастрофе, вышел на поле родного клуба Шапикоэнце. Эта тренировка стала первой для вратаря команды Джексона Фольмана. Напомню, трагедия случилась в ноябре прошлого года. Самолет с игроками команды Шапикоэнце, который летел на финальный матч с колумбийским клубом Атлетико Националь, врезался в гору. В той катастрофе чудом выжили только шестеро. Среди них три футболиста, в том числе вратарь Джексон Фольман. После катастрофы спортсмену ампутировали правую ногу, однако с помощью протеза голкипер совершил пробежку по домашнему стадиону. Известно, что Фольман намерен выступать в составе сборной Бразилии на Паралимпийских играх. Журналист Джеймс Влахас общается со своему умеющему отцом и после его смерти. Мужчина создал чат-бота, который разговаривает и думает, как его отец, которого не стало в феврале этого года. Сегодня цифровая копия помогает пережить горечь утраты. Для того, чтобы общение стало возможным, Джеймс Влахас, как профессиональный журналист, записал с умирающим отцом несколько бесед о его жизни, которые позже сохранились на память. Всего было записано порядка 12 интервью. Материал отдали на расшифровку. Так появилась толстая 200-страничная папка, содержащая 91 970 слов отца. Изначально Джеймс планировал поместить эту папку на полку до будущих времен, но случайно наткнулся на статью о компании PoolString. Ее основали выходцы из анимационной студии Pixar, которые в будущем с помощью искусственного интеллекта планируют оживить многих персонажей своих мультфильмов. PoolString выпустил открытую версию кода своей программы, которая позволяет создавать чат-ботов. Вот здесь и пригодилась толстая папка Джеймса Влахаса. Журналист полностью погрузился в создание чат-бота по имени Deadbot. Он получился максимально близким по духу отцу, стал отвечать его шутками, петь песни и рассказывать истории, подгружаемые из аудиофайлов. Сначала чат-бот умел разговаривать только с Джеймсом, но со временем стал понимать и других пользователей, например, жену Джона Влахаса. Порядка 45,5 тысяч человек остались без света в калифорнийском городе Сан-Диего из-за Белки, передает телеканал CBS. Инцидент произошел во вторник в районе полудня. Причиной массового отключения света в жилых домах, школах и на предприятиях стала, по предварительным данным, задевшая линию электропередач Белка. Отмечается, что примерно через час рабочим удалось восстановить электроснабжение в городе. Рядом с одной из самых оживленных станций метро в Мехико появился приют для бездомных собак. Открыла его администрация городского метрополитена. Здесь обрели кровь уже около 250 питомцев. Они все были подобраны в метро. Собаки попадают в метро по двум причинам. Некоторые животные бегут за своими хозяевами, а те садятся в поезд и уезжают. Собака остается одна, но чаще всего их приносят в коробке или рюкзаке и бросают. Мы находим даже новорожденных щенков. Цель работников приюта – найти животным новых хозяев. Пока счастливый миг не наступил, собак стерилизуют и делают прививки. Кроме того, с ними занимаются профессиональные кинологи. Они очень напуганы, иногда изранены. У большинства поступающих сюда собак травмирована психика, и мы стараемся им помочь. Мы пришли сюда, когда узнали, что здесь живут бездомные животные. Нам захотелось найти друга нашему ребенку. Власти Мехико надеются, что благодаря новому приюту на улицах города станет меньше бездомных собак. На этом у меня все. Далее моя коллега Жанна Мамилова и новости христианского мира. Спасибо, Инесса. А у нас следующие новости. В день крещения Руси 28 июля по всем храмам Русской Православной Церкви прокатится волна колокольного звона, сообщает Благовость.Инфо. Акция пройдет по благословению патриарха Кирилла в полдень по местному времени. Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана и Казахстана в 2012 году. Министерство образования Австралии начало проверку в связи с заявлениями пастора Баптистской Церкви Свободы Кейта Пайпера, назвавшего книгу Коран вирусом, поражающим мозги мусульман, сообщает христианский портал Инвиктори. Баптистская Церковь Свобода издает пособия для уроков по религиозным текстам специально для австралийских школ. Своё обращение с критикой исламской религии пастор опубликовал на YouTube. Затем на него обратили внимание ряд граждан, которые пожаловались в министерство, их не устраивает то, что к школьному образованию допускают организации, члены которых позволяют себе исламофобские высказывания. «Исламы мусульмане и следующие Корану культурно несовместимы с западными и христианскими ценностями», – заявил Пайпер. В своём видеоролике пастор раскритиковал принцип мультикультурализма, который приводит к тому, что дети становятся мусульманами. Также священнослужитель подвергает критике систему образования Австралии, которая, по его мнению, обучает детей садомии вместо истинных западных ценностей. В Татарстане следователи проверяют уместность фотосессии девушки в прозрачном платье в местном храме, передаёт РИА Новости. Речь идёт о публикации журнала «Совет да любовь», который разместил в своей онлайн-версии фотосессию с участием 23-летней модели, где та в прозрачном платье и нижнем белье позирует храме в Елабужском районе. Ведомство уточняет, что в действиях автора фотосессии могут быть признаки нарушения права на свободу совести и вероисповедания. В связи с этим началась доследственная проверка. Результатом реформы ватиканских финансов стало в том числе и изменение отношения к деньгам со стороны руководителей и сотрудников дикостерии Святого Престола, отметил священник Луиджи Миста, координатор секретариата по экономическим делам, которого папа римский Франциск назначил замещать временно отсутствующего префекта этого учреждения, австралийского кардинала Джорджа Пелла, пишет Седмица. Экономическо-финансовая реформа, которую инициировал и постоянно поддерживает Франциск в контексте более широкой реформы римской курии, проводивой под руководством государственного секретариата, уже дала первые значительные результаты, считает Луиджи Миста. В их числе он назвал изменения в подходе дикостерии к бюджету, который должен быть необходимым инструментом для облегчения планирования их деятельности и определения их решений, помятуя, что основные цели имеют духовную и пастырскую природу. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbandefiz.tv.com А я с вами прощаюсь. До новых встреч!